Наам Продакшнс и Райзинг Тайт Филмс представляют Йога обозначает союз, союз тела, разума и духа. С союзом этих трех аспектов приходит баланс и гармония. С самого начала цивилизации йога была точной наукой, позволяющей работать над телом и сознанием, расширяя их за рамки нашей обычной жизни. Йога заключается в эволюции человека посредством развития его самодисциплины и самосознания. Вне зависимости от возраста, состояния, здоровья, обстоятельств или вероисповедания, йога поможет вам обрести мир и покой в жизни. Каждая поза специально создана для глубинного и целостного воздействия на определенные части вашего тела, физически, физиологически и психологически. Йога воздействует не только на мышечную силу и гибкость, но и на внутренние органы, выстраивать положительные потоки энергии в кровообращении и нервной системе. Благодаря последовательным ежедневным тренировкам вы будете дышать и двигаться гораздо свободнее. Вы заметите, как улучшается ваша концентрация и почувствуете, что стали более чуткими и приспособленными. В нашем мире полном стресса древнее искусство йоги поможет вам обрести баланс. Йога — это радость. Йога для всех. Наслаждайтесь собой. Привет! Добро пожаловать в основной класс йоги. Меня зовут Рэйчел, а это Луиза. Сегодня мы будем вести ваши занятия. Этот класс предусмотрен для тех, кто занимался с нами на видеокурсе для начинающих, или если вы до этого уже занимались йогой, или если вы чувствуете, что находитесь в подходящей форме для более продвинутых занятий йогой. Вы можете останавливать кассету, когда вам угодно, в конце концов, вы выработаете свой собственный ритм. А те из вас, кто чувствует себя достаточно сильными, могут повторять позы сколько угодно раз. Запомните, что с каждой позы вы обретаете большую силу и гибкость, но не забывайте придерживаться заданного порядка выполнения поз. Дышите равномерно и непрерывно, вдыхая и выдыхая через нос, потому что дыхание на самом деле помогает вам сконцентрироваться. Мы рекомендуем вам заниматься йогой как минимум четыре раза в неделю. Лучше всего для занятий подходит раннее утро и вечер. Последовательное занятие обеспечивает наилучший результат. Всегда занимайтесь на пустой желудок. И не насилуйте себя, не надо перенапрягаться. Работайте в полную силу, но осознавая каждое ваше движение. На начальной стадии важна не только длительность выполнения позы, важнее всего правильность выполнения самой позы. Поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь. Давайте начнем. Первая поза, которую мы будем выполнять, называется супта-веросана, или поза героя. Мы помещаем ягодицы между согнутыми ногами. Ступни вывернуты наружу, пальцы ног прижаты к полу. Икры как бы зажимают верхнюю часть ног с внешней стороны. Теперь мы аккуратно ляжем на спину. Начинаем с того, что отклоняемся назад и облокачиваемся на согнутые локти. Поза эта непростая. Аккуратно распрямляем руки и полностью ложимся на спину. Вытягивая верхнюю часть тела от области бедер. Поднимаем руки вверх и вытягиваем их за головой. Внешняя поверхность рук полностью прижата к полу. Ладони обращены вверх. Если эта поза покажется вам немного сложной, то для начала вы можете использовать вот такой валик или подушку. Подставьте ее под копчик и аккуратно, открываясь назад, ложитесь на подушку. Перекиньте руки за голову. Вытяните их вперед ладонями вверх и расслабьтесь. Пока мы лежим, мы вытягиваем всю верхнюю часть тела. Держим колени вместе и крепко прижимаем внешнюю сторону ступни к полу. Из всех сил стараемся вытянуть верхнюю часть тела от области бедер. Раскрываем грудную клетку. Лопатки уходят назад к спине, плечи расправлены. Обратите внимание, что плечи опускаются на пол на уровне ушей, таким образом оставляя шею расслабленной. Дышите равномерно и последовательно, вдох и выдох через нос. Полностью осознавайте свое дыхание. Вы целиком сконцентрированы на выполнении позы. Эта поза напрягает пресс и мышцы живота. Она способствует пищеварению и может выполняться после приема пищи. Если вы весь день были на ногах и чувствуете боль в области ног, то вам следует лечь в позу суп табирасана на 10 минут перед сном. С утра ваши ноги будут чувствовать себя отдохнувшими. Продолжайте тянуться от области бедер. Вытягивайте левую и правую сторону торса. При выдохе вы можете растягиваться намного больше, чтобы лучше войти в позу. Суп табирасана подготавливает вас к занятию, потому что во время ее выполнения ваш разум очищается, делая вас более восприимчивыми к обучению. Мы активизируем все наше тело, растягиваем область торса и внимательно следим за нашим дыханием. Сейчас мы аккуратно поднимаемся. Сперва опускаем руки на лодыжки. Подбородок опускается к грудной клетке. Мы поднимаем верхнюю часть тела, опираясь на пальцы рук. Теперь попробуем наклониться вперед. Распрямляем бедра, вытягиваем руки перед собой ладонями вниз и тянемся вперед с помощью пальцев рук. Колени держим вместе. Опускаем голову вниз. Ступни ног прижаты к ягодицам. Тянемся вперед с помощью пальцев рук. Вытягиваемся. Аккуратно поднимаемся обратно. Поджимаем большие пальцы вместе под ягодицами. Раздвигаем колени пошире. Держим спину прямо и точно так же начинаем тянуться вперед. Ягодицы прижаты к пяткам, плечи расправлены, открывая грудную клетку. Голова опущена вниз. Мы часто выполним эту позу, чтобы компенсировать веросану. Мы стараемся как можно шире расставить колени и прижаться областью пресса к полу, растягивая мышцы внутренней стороны бедер. Эта поза успокаивает сознание и является прекрасной позой для омоложения и расслабления. Давайте постараемся потянуться еще немного вперед с помощью пальцев рук. Продолжаем работать с дыханием. Продолжаем работать с дыханием. Давайте вернемся в исходное положение. Ада Мука Сфанасана. Поза собаки. Начнем выполнение позы собаки с пола. Встанем на колени, опираясь на ладони. Садимся назад. Ягодицы упираются в пятки, колени вместе. Мы вытягиваем позвоночник и выпрямляем руки перед собой. Ладони на уровне ширины плеч. Опускаем голову вниз. Вдыхаем, а на выдохе мы поднимаемся, распрямляя колени. Ставим ступни на пол. Полностью входим в позу собаки. Колени выпрямлены, позвоночник прямой. Расслабляем голову и шею. Лицо смотрит на ступни. Локти прямые. Основная опора на большой и указательный пальцы. Это позволяет нам полностью распрямить руки. Лопатки и почки обращаются в сторону спины. Плечи расправлены, грудная клетка открыта. Внутренняя сторона плеч обращена к груди. Мы вытягиваемся, при этом сохраняем прямой позвоночник. Вытягиваем верхнюю часть тела из области бедер. Торс вытягивается к рукам. Особенно тянемся по бокам, справа и слева. Вдыхаем и выдыхаем через нос. Глубокие, медленные вдохи. Глубокие, медленные выдохи. Если вы когда-нибудь видели, как потягивается собака с просонья, то поймете, почему эта поза называется позой собаки. Подключайте к работе над позой все тело. Как только вы отпустите какую-либо часть тела, вся поза станет очень тяжелой. Поэтому давайте сохраним легкость позы. Таким образом активизируй наши внутренние органы. Отлично. Теперь выпрямляемся, ставим ноги ровно, стопы параллельно, одна другой. Переплетаем руки в локтях, опускаем голову и расслабляемся в позе утонасана, позе отдыха. Дышите ровно, мышцы ног подтянуты, колени полностью прямые, весь тело равномерно располагается по всей стопе. Позвольте своему торсу вытянуться в полную силу. Дышите ровно. Эта поза задействует почки и печень. Поскольку в этой позе ваша голова находится ниже сердца, то это способствует замедлению сердцебиения. Подобное положение облегчает боли в желудке, а женщины могут заметить, что утонасана избавляет от боли во время менструации. Хорошо. Снова сделаем позу собаки. Вытягиваем руки вперед, ноги назад. Постарайтесь полностью работать ногами. Поза собаки омолаживает все тело. Большее количество крови приливает к клеткам мозга, поскольку верхняя часть тела находится в вытянутом положении. Нет никакой нагрузки на сердце, в то время как усталость исчезает. Лодыжки приобретают необходимую растяжку, а запястья и предплечья набираются новой силой. Дышите глубоко, вдох и выдох через нос. Следите за дыханием. Во время выдоха можно еще немного растянуть тело. Лопатки направлены в сторону спины, и грудная клетка открыта. Вытягиваем вперед всю верхнюю часть тела. Смотрите, чтобы локти оставались прямыми, а руки вытягивались до самых ладоней. Позу собаки можно делать вместо перевернутых поз, поскольку голова находится ниже уровня сердца. Теперь снова аккуратно поднимаемся. Ставим ноги прямо, стопни параллельно друг к другу. Голова опущена, переплетаем руки в локтях. Отдыхаем в позе ее таносамы. На этот раз постарайтесь поработать с большей нагрузкой. Посмотрите, сможет ли вы растянуть позвоночник, и постарайтесь сконцентрировать весь ваш вес, размещая его равномерно по стопе. Давайте еще раз повторим позу собаки. Если вы чувствуете, что ступни без труда стоят ровно на полу, то вы можете еще немного отойти назад, чтобы образовать более глубокую дугу. Основное давление в верхней части тела приходится на большой и указательный пальцы. Осторожно распрямляйте плечи, чтобы не было нагрузки на шею. Старательно держите ноги прямыми, особенно в области колен. Такая поза обеспечивает необходимую нагрузку на ноги. В повседневной жизни дыхание происходит автоматически, а во время занятий йогой осознанное дыхание является ключом к обретению силы и стойкости. Теперь давайте осторожно подпрыгнем вверх, чтобы встать на ноги, не распрямляясь. На этот раз ступни вместе, скрещиваем руки и входим в позу йотанасана, чтобы немного отдохнуть. Медленно распрямляемся. Тадасана. Поза горы. Тадасана. Поза горы. Встаем прямо, ноги вместе. Большие пальцы и колени вместе. Подтягиваем вверх мышцы бедер и ягодицы, вытягиваемся из области бедер. Грудная клетка открыта, плечи расправлены, лопатки вывернуты к спине. Руки и пальцы активизированы, шея тянется вверх, подбородок параллелен полу. Смотрим прямо перед собой. Дышим ровно. Можем на минуту закрыть глаза. Вдыхаем и выдыхаем через нос. Пытаемся удержать равновесие. Находим стабильное положение. Держим правую и левую сторону тела ровно. Равномерно опираемся на обе стопы. Эта поза сильная и устойчивая, подобно горе. Она ложится в основу всех стоячих поз. Стараемся не отклоняться в левую или правую сторону. Держим тело ровно. Основная опора на ступни ног. Балансируем вес между пальцами и пятками. Тадасана придает телу легкость, а разуму дарит спокойствие, необходимое нам для того, чтобы перейти к более активным позам. Помните, что стабильность и равновесие идет изнутри нас самих. Осознанно воспринимайте ваше равновесие дыхания и саму позу. Дышите ровно. Давайте откроем глаза. Сделаем пару вдохов. Сурри Намаскар Приветствия Солнцу Для позы Сурри Намаскар мы ставим ноги вместе. Вдыхаем, а на выдохе поднимаем руки вверх. Вдыхаем и на выдохе наклоняемся вперед, вытягиваемся из бедер. Наклоняем голову к ногам, опускаем руки вниз. При вдохе поднимаем голову вверх, выгибая позвоночник. При выдохе подпрыгиваем вверх и распрямляем ноги назад, опираясь на руки. Опускаемся на пол, упор на согнутых в локте руках. Все тело лежит на полу. Снова вдыхаем, поднимаемся на руках, выгибая спину назад. Опора на руки, голова опрокинута в сторону поясницы, ноги выпрямлены на полу. При выдохе встаем в позу собаки. Полностью входим в позу собаки. Задерживаемся в этой позе, следя за дыханием. Теперь делаем вдох, подпрыгиваем вверх, ставим ноги вместе, стопы между ладонями, выпрямляем ноги, смотрим вперед. При выдохе опускаем голову вниз. Снова делаем вдох, распрямляясь, поднимаем руки вверх. При выдохе опускаем руки вниз. Делаем вдох. Делаем выдох. При вдохе смотрим перед собой. При выдохе подпрыгиваем и ложимся на пол. Делаем вдох и запрокидываем голову назад. При выдохе встаем в позу собаки. Держим колени прямо, работаем мышцами ног и следим за дыханием. Дышим ровно. Хорошо, теперь делаем вдох, подпрыгиваем, распрямляем ноги, ставим стопы между ладоней, смотрим вверх. Выдыхаем и опускаем голову вниз. Снова делаем вдох, распрямляемся и поднимаем руки вверх. Выдыхаем и опускаем руки вниз. Делаем вдох. Делаем выдох, наклоняемся вперед, вытягиваемся из области бедр в процессе наклона. Кладем ладони на пол с обеих сторон от стоп. Опускаем голову к ногам. При вдохе поднимаем голову, смотрим вверх. При выдохе подпрыгиваем и распрямляем ноги на полу, опираясь на пальцы ног. Поднимаемся, запрокидывая голову назад, встаем в позу собаки. Позу Солют Солнцу можно выполнять каждое утро для тренировки скорости реакции, внимательности и стойкости. Этот комплекс поз разогревает тело и позволяет добиться гибкости при выполнении поз. Эта поза стимулирует работу брюшных органов. Вы почувствуете значительный прилив сил после выполнения этих поз. Теперь снова делаем вдох, подпрыгиваем и ставим ноги между ладоней. Распрямляем ноги, смотрим вверх, поднимая голову. Теперь выдыхаем и опускаем голову вниз. Снова делаем вдох, распрямляемся и поднимаем руки вверх. При выдохе опускаем руки вниз. Делаем вдох. Выдыхаем, опуская голову вниз. Делаем вдох, поднимаем голову вверх. Выдыхаем, подпрыгивая, опускаясь на пол, распрямив ноги. Делаем вдох и прогибаем спину. Выдыхая, встаем в позу собаки. Делаем вдох. Делаем вдох. Делаем вдох. Снова делаем вдох, подпрыгиваем, ставим ноги между ладоней, смотрим вверх, поднимая голову. Выдыхая, опускаем голову вниз. Делаем вдох, распрямляемся, поднимаем руки вверх. При выдохе опускаем руки вниз. Следующий комплекс поз будет включать в себя дополнительные движения, а в целом не отличается от того, что мы только что выполняли. Если ваши мышцы рук развиты недостаточно, то продолжайте выполнять тот же набор поз, а те, кто чувствует в своих руках достаточную силу, может вместе с нами выполнить упражнение. Давайте сделаем вдох. А при выдохе опускаемся вперед. Делаем вдох и поднимаем голову вверх, смотрим перед собой, выдыхаем, подпрыгиваем и распрямляемся. Делаем вдох, поднимаем голову вверх, выгибая спину. А теперь те, кто хочет сделать вместе с нами дополнительный элемент, выдыхают и делают отжимания на руках. Затем встают в позу собаки. Вытягиваем все наше тело, чувствуем легкость. Внимательно следим за дыханием. Делаем вдох, подпрыгиваем, ставим стопы между ладонями, распрямляем ноги, поднимаем голову вверх. Выдыхаем и опускаем голову вниз. Снова делаем вдох, распрямляемся, поднимаем руки вверх. И на выдохе опускаем руки. Делаем вдох. И выдох. При вдохе смотрим вверх. При выдохе подпрыгиваем и распрямляем ноги. Делаем вдох, задираем голову, выгибаем спину. Выдыхаем и делаем отжимания. И встаем в позу собаки. Поза «Салют солнцу» основана на дыхательном ритме, на последовательных вдохах и выдохах. Это относится к каждой позе йоги. Вдох приносит вдохновение и внутреннюю силу, а выдох приносит расслабление и освобождение. Снова делаем вдох, подпрыгиваем, распрямляем ноги, поднимаем голову вверх. Выдыхаем, опуская голову вниз. Снова делаем вдох, распрямляемся, поднимаем руки вверх. Выдыхаем, опуская руки вниз. Делаем вдох. Делаем выдох. Вдыхаем. 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 И выдыхаем. Вдыхаем. Продолжайте работать с дыханием. Дышите ровно через нос. Делайте медленный вдох и медленный выдох. Снова делаем вдох, подпрыгиваем, выпрямляем ноги, голову вверх. Выдыхаем, опускаем голову вниз. Делаем вдох, распрямляемся, руки поднимаем вверх. Выдыхаем руки вниз. Делаем вдох. И выдох. Делаем вдох. Выдох. Вдох. И выдох. 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 Вдох. Выдох. Субтитры делал DimaTorzok Вдох, подпрыгиваем, ставим ноги между ладоней, поднимаем голову вверх, выдыхаем, опускаем голову вниз. Делаем вдох, поднимаем руки вверх, выдыхаем, опускаем руки вниз. Саламба сирсасана. Стойка на голове. Давайте начнем с подготовки к стойке на голове, прежде чем приступить к выполнению самой стойки. Для этого вам необходимо найти пустой участок стены. Сначала я покажу вам на примере Рэйчел, а потом мы сделаем стойку вместе. Некоторые из вас будут выполнять подготовку, а некоторые смогут сделать саму стойку на голове. Итак, мы начинаем с того, что встаем на корточке спиной к стене. Руки согнуты в локтях, пальцы переплетены между собой так, чтобы можно было крепко сжать ладони. Согнутые локти стоят на ширине плеч. Во время выполнения подготовки к стойке голова не должна касаться пола, а на над поверхностью пола. Хорошо, с этой позиции мы поднимаемся ногами вверх по стене. Нам с вами необходимо выпрямить ноги так, чтобы образовать прямой укол своим телом. Вы видите, что голова совсем не касается пола. Для того, чтобы обеспечить такую стойку, вам нужно изо всех сил работать верхней частью тела. Основная нагрузка ложится на локти и область предплечий. Плечи держите ровно, чтобы для шеи оставалось достаточно места. Лопатки обращены к спине, позвоночник держим прямо. Грудная клетка полностью раскрыта. Вытягивайтесь до области бедер. Держите ноги прямо. Стопы упираются в стену, колени прямые, мышцы бедер подтянуты. Тело образует абсолютно прямой угол. Это очень сильная поза. В ней задействованы все силы верхней части тела. Если во время подготовки вы не можете отпустить голову от поверхности пола, это означает, что вы еще не готовы к выполнению стойки на голове. Хорошо, Рэйчел. Можешь опуститься. Если вам не нужно выполнять подготовку к стойке, то мы сейчас продемонстрируем вам, как делается стойка на голове у стены. Для начала развернитесь лицом к стене. Мы снова скрепляем пальцы между собой, чтобы они служили опорой. Ставим локти на пол. Помните, что локти должны стоять на ширине плеч. На этот раз мы опираемся на голову. Передвигаем затылок скрепленным ладоням, как бы опираясь на них. А макушкой упираемся в пол. Теперь мы разгибаем ноги и постепенно шагаем вперед так, чтобы ягодицы прислонились к стене. Таким образом, позвоночник полностью касается стены. Теперь мы аккуратно поднимаем ноги вверх. Сначала задираем ноги, согнутые в коленях, а затем плавно вытягиваем их вверх по стене. Пятки должны касаться стены, а ягодицы нужно поджать так, чтобы они не касались стены. Выпрямляем спину. Голова стоит на полу. Необходимо равномерно распределить нагрузку между локтями, предплечьями и головой, чтобы вес тела не приходился на голову. Держите ноги прямо, опираясь пятками о стену. Давайте опустимся вниз и выполним стойку все вместе. Те, кто уже достаточно потренировался, могут делать стойку посередине комнаты. Давайте начнем. Сначала скрепляем пальцы, поднимаем ягодицы, опираемся на плечи, подходим ступнями к стене и распрямляем ноги, делая полную стойку на голове. Отлично, а я буду делать стойку посередине комнаты. Убедитесь, что локти стоят на ширине плеч. Обопритесь, поднимите ягодицы и аккуратно выпрямляйте ноги вверх, начиная с согнутых коленей, или сразу можете поднимать прямые ноги. Субтитры создавал DimaTorzok Сирсасана называется королевой всех пост, потому что она напрямую омолаживает клетки мозга, источник нашего ума. Наши мысли очищаются, а память улучшается. Кровь притекает ко всем важным органам, благодаря которым мы растем и остаемся здоровыми. Регулярное выполнение стойки на голове помогает от бессонницы, снижает риск заболевания простудой, гриппом и препятствует образованию тромбов. Такая стойка обеспечивает тепло наше тело и улучшает кровообращение. Самое важное, что сохранение баланса при стойке на голове придает сил и стабильности нашему разуму. Если мы можем сохранять баланс, стоя на голове, то сможем сохранить баланс и в нашей жизни. Продолжение следует... 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 Теперь давайте аккуратно опустим тело вниз. Можно опускать ноги прямыми или согнутыми в коленях. Мы опускаемся на пол, ложимся грудью на согнутые в коленях ноги и протягиваем руки назад, ладонями кверху, ложимся в позу ребенка. Теперь аккуратно поднимаемся. Ада мука в крсосана, стойка на руках. Давайте начнем с подготовки к стойке на руках, прежде чем мы перейдем к выполнению самой стойки на руках. Для начала я покажу вам на примере Рэйшел, как выполняется подготовка. Некоторые из вас будут делать это упражнение, а другие могут уже выполнять стойку у стены. Давайте начнем с подготовки. Для начала ставим ладони на пол, на ширине плеч. Необходимо правильно отмерить расстояние от стены, таким образом, чтобы, опираясь ступнями о стену, мы могли полностью распрямить ноги, образуя телом прямой угол. Торс должен держаться абсолютно прямо на вытянутых руках. Теперь поднимемся ногами по стене. Отлично. Встаем так, чтобы стопы полностью упирались в стену. Выпрямляем ноги, колени прямые, мышцы бедер подтянуты, держим спину прямо. Видите, нам нужно, чтобы плечо находилось прямо над запястьем. Таким образом, вытянутые руки образуют прямую линию. Голова опущена вниз между предплечьями. Такую стойку сделать очень сложно. Поэтому мы действительно разрабатываем мышцы рук, проделывая такую подготовку. Мы остаемся в этой позе столько, сколько можем выдержать, а потом опускаем ноги вниз и отдыхаем в позе ребенка. Во время подготовки старайтесь следить за своим дыханием. Итак, если вы хотите продвинуться дальше, то давайте перейдем к выполнению полной стойки на руках. Для начала ставим ладони на пол по ширине плеч на небольшом расстоянии от стены. Теперь, опираясь на ноги, поднимаем ягодицы, подходим немного к стене с помощью ступней. И замахом одной ноги поднимаем ноги к стене. Ягодицы не касаются стены, пятки же прижаты к стене. Держим ноги прямо, активизируем работу мышц ног, поджимаем ягодицы. Опора идет на руки, руки прямые. Грудную клетку стараемся держать прямо, позвоночник немного вытянут. Вся опора идет на ладони, особенно на большой и указательный пальцы. Мы как бы растягиваем все тело. Нужно сделать как минимум 10 вдохов-выдохов в стойке на руках. Теперь можем опустить ноги, не поднимая голову и не разгибаясь. Мы переплетаем руки в локтях и отдыхаем в позе ютана-сана. Давайте теперь выполним эту позу вместе. Некоторые из вас будут делать подготовку к стойке, а другие уже непосредственно перейдут к выполнению стойки на руках. Давайте поставим ладони на некотором расстоянии от стены. Толчком одной ноги поднимем обе ноги вверх, распрямляем ноги, пятки опираются о стену. Стараемся полностью распрямиться и тянуться всем телом к пяткам. Ноги выпрямлены, мышцы бедра подтянуты, активизируется все тело, работает пресс. Продолжайте тянуться вверх, следите за своим дыханием, делаем вдохи и выдохи через нос. Равномерно распределяйте нагрузку между двумя ладонями. Продолжайте тянуться вверх, продолжайте дышать, вдох и выдох через нос. Теперь можно аккуратно опустить ноги вниз, скрещиваем руки, опускаем голову и отдыхаем в позе ютана-сана. В позе ютана-сана мы продолжаем работу. Растягиваем позвоночник. Руки и локти опущены как можно ближе к полу. Постарайтесь, чтобы ноги стояли прямо, колени прямые. Вытягиваемся из области бедер, таким образом растягивая талию. Хорошо, давайте поднимемся. Сначала вы можете заметить некое сопротивление вашего организма тому, что вам приходится стоять на руках. Дело в том, что нам непривычно стоять в перевернутом виде, как бы теряя контроль над собой. Но не надо сдаваться, продолжайте работать. Давайте проследим за нашим дыханием. Необходимо полностью осознать свое дыхание. Делаем глубокие вдохи, а затем глубокие выдохи. Полностью концентрируемся на позе. Чем тщательнее мы ее выполняем, тем дольше мы сможем простоять в стойке, тем лучше наша концентрация. Если вы уже достаточно тренировались, то можете попробовать проделать стойку на руках в середине комнаты, без опоры на стену. Вам необходимо перенести весь вес на руки, расставив пальцы и вытянув ноги вверх. Вытягивайтесь вверх и постарайтесь найти вашу точку равновесия. Стойка на руках приносит энергию и легкость ваше тело. Она развивает баланс, чувство равновесия и придает силы области запястья и предплечий. Теперь давайте аккуратно опустим ноги вниз и немного отдохнем. Ютита Парс Вакана Сана Давайте сделаем вдох и подпрыгиваем, расставив ноги широко на полу. Разворачиваем правую ступню в сторону. Обращайте внимание на то, чтобы тело стояло ровно, образуя одну линию от правой пятки до середины левой ступни. Теперь делаем вдох, а на выдохе сгибаем колено, входя в позу Вибадрасана 2. Образуем прямой угол с согнутым коленом. Давайте согнем ногу вот до такого уровня. Теперь делаем глубокий вдох и во время выдоха наклоняемся в правую сторону. Таким образом, чтобы прямая правая рука оказалась перед согнутым правым коленом, опираясь на ладонь. Выпрямляем левую сторону так, чтобы торс держался прямо. Расправляем левое плечо, открываем грудную клетку. Вытягиваем левую руку за голову, голова повернута вверх, смотрим в потолок. Ладонь левой руки обращена вниз. Следим за тем, чтобы левая нога оставалась прямой, колено вытянута, мышцы бедра подтянуты, ягодицы напряжены. И продолжайте выворачивать правое колено назад. Используйте правое предплечье для того, чтобы оттягивать согнутое колено назад. Старайтесь вывернуть его как можно дальше с помощью правой руки. Продолжайте следить за дыханием. Вдыхайте, выдыхайте через нос, растягивайтесь. Делаем вдох и поднимаемся. Теперь давайте проделаем эту позу с левой стороны. Опять же проследите, чтобы тело образовывало прямую линию. Делаем глубокий вдох, а на выдохе поворачиваемся в позу вибодраса на два. Давайте задержимся в позиции вибодраса на два на несколько секунд. Наше согнутое левое колено образует прямой угол. Теперь давайте потянемся в левую сторону. Тянемся корпусом вперед. Опускаем левую вытянутую руку вниз. Ладонь упирается в пол перед согнутым коленом. Выворачиваем назад правую сторону бедра, талии, плеча. Вытягиваем правую руку за голову, ладонью вниз. Левая рука оттягивает назад левое колено, вытягиваем все тело, правая нога остается прямой, работают все мышцы ног. Эта поза помогает стимулировать работу кишечника, поскольку развороты торса обеспечивают его массаж. Лодыжки, колени и мышцы бедра приведены в работу. Сокращается лишний вес в области бедер и талии. Продолжайте работать ногами, колени прямо, мышцы подтянуты, вытягиваемся всем корпусом. Не забывайте оттягивать левое колено назад при помощи левой руки. Делаем вдох, поднимаемся, подпрыгиваем и ставим ноги вместе. Салабасана, поза саранчи. Для этой позы нам необходимо лечь на пол. Ложимся на живот, полностью вытягиваемся на полу. Эта поза очень важна для нас. Она позволит нам разработать область поясницы перед тем, как мы перейдем к следующим позам. Итак, вытягиваемся на полу, руки вытянуты вдоль тела, ладонями в пол, лоб упирается в пол. Делаем вдох, а на выдохе поднимаем ноги. Включаем в работу ягодицы. Колени держим прямо, ноги и ступни прижаты друг к другу. Следим за дыханием. Не забывайте работать ногами и ягодицами. Эта поза усиливает мышцы нижней части спины и внутренней стороны бедер. Такая поза позволяет разогреться перед выполнением более сложных поз на область поясницы. С точки зрения внутренних органов, эта поза способствует улучшению пищеварения. Теперь можно опустить ноги. Теперь давайте попробуем немного другую вариацию этой позы. Делаем вдох, а на выдохе мы поднимаем ноги, голову, плечи, область грудной клетки и заносим руки назад. Смотрим прямо перед собой. Мышцы ног и ягодицы напряжены. Иногда во время тренировок некоторые части нашего тела могут испытывать дискомфорт. Это нормальное явление. После определенного количества тренировок неприятное ощущение исчезнет, и вы сможете спокойно выполнять позу. Сейчас можно лечь и расслабиться. И последний вариант с этой позы. Лоб упирается в пол. Мы скрещиваем пальцы за спиной, вытянув руки прямо. Поднимаем ноги, голову, расправляем грудь и плечи, смотрим прямо перед собой. Все время сжимаем ягодицы. Ягодицы сжаты, ноги прижаты друг к другу, колени прямые. Теперь можно расслабиться. Устрасана. Поза верблюда. Следующая поза – поза верблюда. Мы встаем на колени, выпрямляемся так, чтобы согнутые колени образовывали прямой угол. Стопы обращены вверх, колени образуют прямую линию с бедрами. Во время выполнения позы мы не хотим отклоняться назад всем корпусом. Мы хотим держаться прямо, чтобы колени оставались на уровне бедер. Вот таким образом. Выпрямляем спину. По мере того, как мы отклоняемся назад, нам необходимо вытягиваться из области бедер, а не просто отклоняться назад. Если мы просто отклоняемся назад, то мы можем повредить позвонки в нижней части спины. Поэтому давайте вытягивать спину по мере отклонения назад. Начинаем отклоняться назад. Вот так. Упираемся руками, как я. Подбородок обращен к грудной клетке, плечи расправлены. Раскрываем грудную клетку. Руки упираются в бедра для начала. Продолжайте вытягивать позвоночник по мере того, как вы отклоняетесь назад. Смотрите перед собой. Некоторые из вас могут опустить руки, обхватив ладонями стоп и ног. Если вам это пока сложно выполнять, то оставайтесь в том же положении. Если вам удалось поставить руки на стопы, то можете медленно откинуть голову назад. Эта поза растягивает весь позвоночник. Она способствует подвижности плеч и помогает раскрыть грудную клетку. Ягодицы поджаты. Раскрываем грудную клетку. Вдыхаем верхней частью груди. Запомните, что при выполнении наклонов назад мы стараемся смягчить наши мышцы и постепенно приводить их в движение. Сосредоточьте ваше дыхание на тех участках спины, которые ощущают наибольшее напряжение. При каждом выдохе вы чувствуете себя мягче. Теперь медленно поднимаем голову, подбородок груди и осторожно поднимаемся, выпрямляя спину. Теперь немного расслабимся в позе ребенка. Удава Данарасана. Наклон назад. Давайте перейдем к выполнению наклонов назад. Для начала я покажу вам упражнение с помощью Рэйчел, а затем мы сможем выполнить его все вместе. Ложимся на спину. Сгибаем ноги в коленях так, чтобы пятки прижимались к ягодицам. Стопы стоят параллельно друг к другу. Теперь откидываем руки назад и сгибаем их в локтях, чтобы ладони упирались в пол на уровне плеч. Постарайтесь, чтобы локти оказались на ширине плеч. Давайте попробуем подняться. Делаем вдох, а на выдохе я хочу, чтобы вы подняли вверх область бедер. Отлично. Теперь подожмите ягодицы. Не расставляйте колени в стороны, они должны держаться ровно параллельно стопам. Давайте сделаем несколько вдохов и выдохов. Делаем еще один вдох, а на выдохе поднимаем верхнюю часть тела и опираемся на голову. Отлично. Опирайтесь на голову. Я хочу, чтобы вы поставили локти на ширину плеч. Не раздвигайте их в сторону, держите их параллельно плечам. Постепенно переносите нагрузку с головы на руки, чтобы шея не напрягалась. Теперь делаем последний шаг. Делаем вдох, а на выдохе поднимаем верхнюю часть тела, опираясь на руки. Наши стопы прижаты к полу, ягодицы подтянуты. Вытягиваем весь торс в сторону рук. Грудная клетка раскрыта, локти прямые, голова опущена вниз. Не забывайте о дыхании. Делайте спокойные вдохи и выдохи. Дышите ровно. Давайте еще немного подышим в таком положении. Очень важно не прерывать дыхание. Ладони прижаты к полу. Делаем вдохи и выдохи. Отлично. Теперь наклоняем подбородок к груди и очень медленно и осторожно опускаемся на пол. Хорошо. Сгибаем ноги в коленях и прижимаем их к груди, чтобы отдохнуть. Мы сделаем пять последовательных мостиков. Задержимся на самом последнем. Делаем вдох, а на выдохе поднимаемся вверх. При вдохе опускаемся на пол. Снова выдыхаем и становимся на мостик. Делаем вдох и опускаемся. На выдохе встаем на мостик. При вдохе опускаемся. При выдохе поднимаемся, выгибаем все наше тело. Давайте поставим стопы немного ближе к рукам. Дышим ровно. Наклоны назад стимулируют все наше тело, делают его гибким и послушным. Все брюшные органы подтягиваются, позвоночник получает необходимую растяжку, запястья и руки обретают силу, разум становится более чутким, а все тело ощущает прилив энергии и легкости. Подбородок груди и медленно опускаемся на пол. Сгибаем ноги в коленях, притягиваем груди и отдыхаем. Джатара пари вартанасана. Основной разворот. Давайте сейчас выполним простой разворот, чтобы компенсировать наши наклоны назад. Ложимся на спину, колени согнуты, руки расставлены в стороны, ладони в пол. Теперь сгибаем оба колена в сторону правого плеча и кладем колени и стопы на пол. Голову поворачиваем в сторону пальцев левой руки. Оба наших плеча касаются пола. Постарайтесь вытянуть всю левую сторону от груди до бедер, чтобы как бы удлинить талию с левой стороны. Это просто поза для расслабления. Так что давайте с вами расслабимся и подышим. Субтитры создавал DimaTorzok Вдохи и выдохи через нос. Прижимаем оба колена к груди и давайте сделаем то же самое с левой стороны. Подтягиваем колени как можно выше к плечам, колени и ступни прижаты к полу. Оба плеча касаются пола. Открываем грудную клетку, голову поворачиваем в сторону правой руки. Опять же давайте вытягиваться от правого нижнего ребра к правому бедру. Вытягиваем талию. Эти позы созданы для того, чтобы служить своего рода противовесом к предыдущим позам. Этот разворот позволяет сбалансировать тело после сильного наклона, который мы выполняли до этого. Возвращаем согнутые колени к центру и встаем с правой стороны. Саламба сарвангасана. Стойка на плечах. Для выполнения следующей позы нам понадобится два или три одеяла и ремень. Мы надеваем сомкнутый ремень прямо над локтями. Ремень застегнут на ширине плеч. Если у вас нет ремня, то вы можете использовать шарф. Для этого упражнения нам нужно лечь на спину и придвинуть легродицы к стене, как можно ближе к стене. Нам нужно подложить снизу пару одеял и лечь так, чтобы плечи немного не доходили до края одеяла. Когда мы поднимаем ноги, то плечи как раз подвинутся к краю. Но нам обязательно нужно, чтобы оба плеча лежали на одеяле, а шея и голова были свободны. Отлично. Теперь мы ставим ступни на стену, задрав ноги. Приподнимаем ягодицы, опираясь на плечи, руки за спиной. Аккуратно надеваем ремень на руки, немного повыше локтя. Руками поддерживаем спину ближе к бедрам, ноги согнуты в коленях, стопы упираются в стену. Спину и бедра держим прямо. Хорошо. Проследите за тем, чтобы шея и голова были свободны. Подбородок упирается в грудную клетку. Мышцы лица, голова и шеи расслаблены. Мы тянемся к плечам, голова лежит ровно. Грудная клетка раскрыта. Дышим верхней частью грудной клетки. Ягодицы поджаты. Позвоночник держится абсолютно ровно. Давайте в этой позе закручем глаза и немного расслабимся. Стойка на локтях – это тихая и успокаивающая поза. Можем задержаться в этой позе несколько минут. Не забываем следить за дыханием. Делаем вдохи и выдохи через нос. Дышим ровно. С теми из вас, у кого уже есть опыт подобных упражнений, мы будем делать стойку посередине комнаты с выпрямленными ногами. Итак, ложимся. Сгибаем ноги в коленях. Заносим прямые ноги за голову. Обратите внимание на то, что локти должны стоять по ширине плеч. Опираясь на локти, поддерживаем себя руками в нижней части спины. И вытягиваем ноги вверх. Подбородок груди, ноги вместе. Давайте сосредоточимся на удержании равновесия. Следим за дыханием, вытягиваем ноги вверх, ягодицы подтянуты. Саламба Сарвангасана называется королевой всех поз. Она воздействует на гланды, расположенные в области шеи. Эти гланды помогают организму правильно функционировать. Перевернутое состояние тела обеспечивает прилив крови к сердцу без какого-либо напряжения. Это способствует омоложению области груди. Стойка на локтях избавляет от проблем с дыханием, помогает при астме и других болезнях дыхательных путей. Головная боль исчезает благодаря неподвижности головы в таком положении. Нервная система восстанавливается. Такая поза помогает избавиться от стресса, раздражения и бессонницы. Продолжайте вдыхать и выдыхать через нос. Благодаря стойке на плечах организм избавляется от токсинов. Тело получает больше жизненной энергии. Регулярная практика стойки на плечах помогает организму обретать силу и здоровье. С помощью этого упражнения вы обретаете необходимый телу баланс и ощущение счастья. Продолжение следует... Давайте теперь осторожно закинем прямые ноги за голову. Если вы используете ремень, то аккуратно снимите его. Вытягиваем руки за спиной и скрепляем пальцы между собой. Подбородок упирается в грудную клетку, спина держится прямо, ноги вытянуты, а пальцы ног упираются в пол. Эта поза имеет тот же эффект для организма, что и стойка на плечах. Но в добавлении ко всему прочему, эта поза положительно влияет на брюшные органы, поскольку они как бы зажимаются, когда ваши ноги перекинуты за голову. Давайте еще немного задержимся в этой позе. Тянем мышцы бедер, колени прямые. Держим спину прямо, плечи лежат на полу, грудь расправлена, лопатки отходят к спине. Эта поза делает вашу спину более гибкой в движениях, а также поможет вам при выполнении наклона вперед. Скрещенные пальцы рук помогают от судорог и снимают напряжение с области плеч. Теперь давайте согнем ноги в коленях за головой, чтобы колени оказались по обе стороны от ушей. Заносим руки за голову и скрещиваем пальцы. В такой позе торс, сердце и ноги отдыхают от нагрузки. Позвоночник растягивается еще больше из-за того, что ваши ноги согнуты в коленях. Такая поза способствует улучшению кровообращения. Не переживайте, если ваши колени не касаются пола. Продолжайте тянуться, и рано или поздно у вас обязательно получится. Теперь мы аккуратно разгибаемся. Немного отдохнем лежа на спине. Можете потянуть согнутые колени к груди. Арда Матсин Дроссана 2 Мы с вами сгибаем левое колено и заносим правую ногу на внешнюю сторону от левого колена. Выпрямляем позвоночник и область поясницы. Открываем грудную клетку. Теперь делаем глубокий вдох и поднимаем левую руку вверх. На выдохе сгибаем левую руку в локте и заносим ее на внешнюю сторону от правой согнутой ноги. Таким образом мы поддерживаем правую ногу. А заодно расслабляем брюшную область, чтобы мы могли развернуть торс в правую сторону. Делаем вдох, открываем грудную клетку, а на выдохе поворачиваем голову в сторону правой руки. Правая рука за ягодицами служит нам дополнительной опорой. Работаем с дыханием. Вдох и выдох. При выдохе стараемся еще немного подтянуться, чтобы растянуть позвоночник и еще немного отклонить торс в правую сторону. Поза с разворотом оказывают сильное влияние на работу внутренних органов, обеспечивая им необходимый массаж. Они прекрасно подходят для освобождения плеч от напряжения. Следите за дыханием, открывайте грудную клетку, расслабляйте брюшную область и продолжайте растягивать позвоночник. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь можно расслабиться, вернувшись в исходное положение. Давайте теперь попробуем с другой стороны. Сгибаем правую ногу в колени, поджимаем ее под ягодицы, ставим левую согнутую ногу с внешней стороны правого колена, снова распрямляем спину и тянем позвоночник вверх. Левая сторона опирается на пол за ягодицами, обеспечивая необходимую поддержку. Делаем вдох и поднимаем правую руку вверх, на выдохе сгибаем руку в локте и заносим ее за внешнюю сторону левого колена. Используем эту руку в качестве поддержки. Делаем вдох, а на выдохе поворачиваем голову в сторону левого плеча. Снова на выдохе расслабляем брюшные мышцы, чтобы вытянуть позвоночник. Продолжаем смотреть в сторону левого плеча, раскрываем грудную клетку. В йоге за некоторыми позами кроются целые истории или мифы, рассказывающие об их значении или происхождении. Эта поза посвящается истории Шивы, который уехал на необитаемый остров с тем, чтобы объяснить своему ученику волшебную сущность йоги. Он заметил рыбу, застывшую в сосредоточении, которая внимательно слушала историю. Он понял, что рыба изучала йогу. Шива брызнул на рыбу водой, и в мгновение ок рыба обрела божественную форму и стала Мартийсандра, богом всех рыб. Продолжаем тянуться. Давайте использовать выдох для того, чтобы расслабить мышцы и потянуться еще немного. Постарайтесь развернуть торс как можно дальше влево. Плечи расправлены, лопатки уходят к спине. Прижимаем левую стопу к полу. А теперь расслабляемся и возвращаемся в исходное положение. Давайте теперь вытянем левую ногу, а правую согнем в колени и положим ее на внутреннюю сторону левого бедра. Полностью выпрямляем левую ногу, колено прямое. Мышцы бедра подтянуты, пальцы левой ноги направлены вверх. Эта поза позволит нам поработать с внутренней стороной ноги. Распрямляем позвоночник, нижнюю часть спины держим прямо, а грудная клетка раскрыта. Давайте немного наклонимся вперед и обхватим двумя руками левую стопу, ближе к пальцам ног. Работаем мышцами левой ноги, вытягиваемся вверх из области бедер, смотрим прямо перед собой. Продолжаем тянуться из области бедер перед тем, как сделать наклон вперед. Таким образом мы обеспечиваем нужную растяжку позвоночнику. Работаем мышцами левой ноги. Нога абсолютно прямая, мы чувствуем единство нижней и верхней части ноги. Делаем глубокий вдох, а на выдохе полностью ложимся торсом на левую ногу, обхватив руками ступню, а затем левой рукой обхватываем правое запястье за ступнями, опускаем голову вниз. Если вам пока еще сложно делать наклон вперед из такого положения, или вам тяжело сидеть в позиции полу лотоса, то просто продолжайте тренировать эту позу. Старайтесь расслабить мышцы и аккуратно растягивать лодыжку, колено и бедро, чтобы обрести необходимую гибкость. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Поднимаем голову вверх, делаем вдох, немного больше растягиваем торс, выдыхаем и опускаемся снова в нос. Эта поза называется наклон в позе полу лотоса и прекрасно разогревает нас для выполнения позу лотоса. Она стимулирует работу брюшных органов и, как все наклоны вперед, успокаивает и приводит в порядок сознание. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Делаем вдох, поднимаемся. Давайте поменяем стороны. На этот раз мы выпрямляем правую ногу, а левую заносим в позицию полу лотоса. Кладем левую ногу, согнутую в колени, на внутреннюю сторону правого бедра. Правая нога держится прямо, мышцы бедра подтянуты, колено прямое. Расправляем спину и поясницу, открываем грудную клетку. Стопа правой ноги смотрит вверх. Давайте обхватим руками правую стопу и начнем вытягиваться из области бедер. Распрямляем позвоночник, открываем грудную клетку. Правая нога прямая, верхняя и нижняя часть ноги работают вместе от бедра до стопы. Делаем вдох, а на выдохе наклоняемся вперед как можно ниже. Правой рукой обхватываем левое запястье за ступнями ног. Опускаем голову вниз. Если ваша голова находится ниже сердца, как у Луизы, то ваше сердце получает отличный массаж во время выполнения этой позы. Субтитры создавал DimaTorzok Делаем вдох, поднимаем голову, а на выдохе снова наклоняемся вперед, голову вниз. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо. Делаем вдох, поднимаемся и вытягиваем обе ноги. Гомукасана – поза коровы. Давайте сделаем еще одну позу перед релаксацией. На этот раз сгибаем левую ногу ступней к ягодице, а правую согнутую ногу кладем сверху. Причем правое колено лежит точно на левом колене. Ступни по обе стороны. Мы как бы сидим на них, стараемся выровнять ягодицы. Если у вас не получается опираться на обе ягодицы, то я советую вам взять одеяло и положить его под ту ягодицу, на которую приходится основной вес. В нашем случае это левая сторона. В этой позиции мы с вами пробудем несколько минут, работая с областью бедр и паха. Давайте положим обе руки на колени, выпрямим позвоночник и откроем грудную клетку. То есть мы снова вытягиваемся из области бедер, расправляем талию и выпрямляем позвоночник. Шею держим прямо, подбородок параллельно полу. И давайте закроем глаза. Продолжайте вытягивать позвоночник. Расслабляйте брюшную и паховую область, а также бедра. Продолжайте вытягивать позвоночник и раскрывать грудную клетку. Плечи расправлены, оттянуты назад, лопатки обращены к позвоночнику. Эта поза помогает растянуть область поясницы и бедер. Сознание успокаивается, а дыхание становится более размеренным. Эта поза идеально подходит для завершения напряженной тренировки. Она позволяет объединить все полученные навыки и готовит нас к релаксации в конце занятия. Внимательно следим за дыханием. Сознание полностью сосредоточено на выполнении позы. Сознание полностью сосредоточено на выполнении позвоночника. Немного потянемся из области бедер и наклонимся вперед как можно ниже. Вытягиваем позвоночник, руки впереди, пальцами помогаем себе наклониться как можно ниже вперед. Опускаем голову вниз. У каждого человека тело имеет свои особенности, поэтому, может быть, вы не сможете опустить голову на пол. У Луизы тело довольно длинное, поэтому она может, наклонившись вниз, дотронуться лбом до пола. Мой торс короче, поэтому я при всем желании не смогу вытянуться так далеко вперед. Вдыхаем и поднимаемся вверх, меняем стороны. На этот раз мы садимся на правую ногу, а левую кладем сверху. Стараемся выровнять посадку. Левое колено лежит на правом, ступни по бокам прижаты к полу. Выравниваем ягодицы. Если вы используете одеяло, то на этот раз положите его под правую сторону. Кладем руки на колено. Выпрямляем спину. Вытягиваемся из области бедер. Стараемся расслабить брюшную часть, чтобы вытянуться побольше. Плечи расправлены, шея держится прямо, грудная клетка открыта. Смотрим прямо перед собой. Закрываем глаза. Давайте на этот раз займемся немного дыханием. Для этого упражнения нам нужно почувствовать свое дыхание, дотрагиваясь до задней части горла во время вдохов и выдохов. Таким образом, горло получает контроль над нашим дыханием, хотя мы продолжаем вдыхать и выдыхать через ноздри. Мы будем издавать небольшой звук за счет такого способа дыхания. Дышать будем глубже и медленнее, поэтому наше дыхание будет звучать примерно так. So it might sound a little bit like this. Давайте попробуем дышать еще медленнее. Давайте вдыхать на счет 5, то есть вы замедляете вдох, считая до 5, и точно так же выдыхаете, считая до 5. КОНЕЦ Хорошо. Если это вам кажется довольно простым упражнением, то давайте еще немного замедлим дыхание. Давайте вдыхать и выдыхать, считая до 8 или до 10. Как вам будет удобнее. Медленно-медленно вдыхаем и медленно-медленно выдыхаем. КОНЕЦ Медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-м Продолжение следует... Медленно поднимаемся вверх, вытягиваем ноги перед собой, подвигаем ступнями и давайте приступим к релаксации в шивасане. Ложимся на спину, ноги прямо, руки кладем вдоль тела ладонями вверх, голова лежит прямо, медленно закрываем глаза. При вдохе вдыхайте медленно и мягко, осознавая, что каждый вдох приносит все больше жизни в ваше тело. А при выдохе позвольте любому напряжению покинуть свое тело, без сожалений. Продолжайте дышать, полностью сфокусируйте свое сознание на вдохе и выдохе. Закрытыми глазами сосредоточьтесь на точке между бровями. Расслабьте сознание, сосредоточьтесь на осознании своего дыхания. Вообразите, что дотрагивайтесь до кончиков губ при каждом выдохе. Если ваше сознание куда-то улетучивается, то снова сконцентрируйтесь на точке между бровями и осознании вашего дыхания. Позвольте вашему телу расслабляться все глубже с каждым новым вдохом. КОНЕЦ Благодарим вас за то, что приняли участие в нашей программе. Мы желаем вам успехов. Если в начале программы вашей целью было обретение баланса в жизни, то мы можем вас уверить, что с помощью регулярных занятий вам удастся достичь цели. Относитесь к занятиям с радостью, борьба никогда не помогает. Неважно, сколько вам лет или в какой физической форме вы находитесь, примите то, где вы и кто вы. Вы увидите, что занятия йогой станут настоящим искусством. Программа составлена и написана Рэйчел Зинман, Луиза Сиар и Николсом Джинсом. Оператор Джеймс Брэндсток. Звукооператор Лэнс Инс. Подбор музыки Рэйчел Зинман и Николс Джинс. Флейта Энтони Брэндман. Инструкторы по йоге Луиза Сиар и Рэйчел Зинман. Исполнительный продюсер Николс Джинс. Продюсеры Наам Продакшнс и Райзен Тайт Филмс. Режиссеры Джеймс Брэндсток и Николс Джинс. Съемка производилась в Австралии в районе залива Байрон-Бэй в Новом Южном Уэльсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова